Пожалуйста, позвольте приветствовать финал-компедителю! Финские мелодии мы сейчас услышим, не путать со скандинавскими, все-таки Финляндия географически не Скандинавия, но я надеюсь на два четверных, так же как у Самохина, так же как у потенциального Бжезины, так же как у чистого Хани. Сайфов Тулук 4.3 Стоять! Чистый четверной Тулук. И Саксерем справился. Все прыжковые элементы, по идее, должны быть на плюс. Пускай даже и в первой части программы. Пока физический Кевин может быть на большее не готов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Некуда спешить, словно говорить нам первой частью своей короткой программы Кевин Рейнольдс. Ну и напротив, а теперь-то ноги уже сами пустились в пляс. И стоять нет ровным счетом никакого резона. А в этом говорит его вторая часть. И вы сейчас увидите техническую оценку. Пожалуй, что Кевин Рейнольдс на 12-й стартовой позиции. Это был отличный выбор слепого древия. Да, наконец-то под занавес вечера в Канаде. Все-таки мы увидели чистое выступление с двумя четверными и тройным акселем. Замечательный прокат. И лучшей оценки уже нет. Только я сказал, что... Уже не лучшая! Да ну как же так? Нельзя так поступать с Кевином. Человек восстанавливался после травмы. Человек по-прежнему вставляет в свои программы множество четверных прыжков. Но что там случилось? Посчитали, что не докрусил. Все-таки не докрусил. Где? На Сальхове. Да что ж такое? Очень обидно. Тем не менее, я разбудил практически всю Европу, включая и Финляндию, откуда пришла эта музыка Кевин Рейнольдс. Может быть, он тогда компонентами Патрика все-таки обгонит. Представляете? Рейнольдс выше Патрика в компонентах. Это был бы номер. Ну, действительно, выполнено великолепно. Мне очень нравится слово «работа» в такой ситуации. Хотя... Федор, вы ходите как на работу на тренировки, а на соревнования? Нет, соревнования для меня всегда праздник. А тренировки тяжелые, изнурительные все-таки работают. Ну, диета, да, как выяснилось. Хотя, как гласят всякие пословицы-поговорки, найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни единого дня. Вот мы с огромной душой на двоих. Одной работаем для вас уже второй этап серии Гран-при, и получаем от этого искреннее удовольствие. В особенности, когда спортсменам удаются вот такие вот прокаты, как Кевину Рейнольдсу. Не хватало, не хватало его в мировом фигурном туре. Все-таки Кевины крайне нужны мужскому фигурному катанию. Кевин Вандер Перрен, Кевин Рейнольдс. Не так их много всего-то, и представляют они разные страны и даже разные континенты. Но люди, которые проповедуют и исполняют многочисленные четверные прыжки, они будут двигать этот вид спорта вперед. Да, сейчас, возможно, тот факт, что четверных становится много, и не все могут их исполнять чисто, ведет к той самой ситуации, что мы видели сегодня по ходу короткой программы. Многие заявляют, многие пытаются, не все справляются, и как следствие от этого страдает чистота исполнения и, возможно, ощущение праздника. Но, тем не менее, без этого же никуда не деться. А значит, нужно просто... Конечно, за то, как смотрится прокат с чисто исполненными, допустим, четырьмя-четверными. Четырмя-четверными, да. Производные прогрессы. А тот же великолепный Риттбергер Ханью, что на показательных, что на раскатке. А тот же Чен, тот же Боян, конечно, тот же Рейнольдс. Эх, чуть больше 80, все-таки компоненты у него ни Патрика и ни Мура, тем не менее, он в тройке, и для Канады это, конечно, великая радость. Столь, что была у нас великая сушь, и тут вдруг настал сезон дожди. Конечно, поборются еще за местные кересталики. Будет очень много четверных прыжков в производственной программе. В этом можете даже не сомневаться. Красный с белым. Цвета тех стран, флагов тех стран, которые занимают первые четыре строчки, Ханью нет даже в тройке. Сюрприз, сенсация, ну, в общем-то, в какой-то мере, да. Александр Петров с восьмым местом еще, безусловно, поборется за то, чтобы подняться повыше. Александр Гришин, Федор Климов, не пропустите произвольные программы. Пока-пока.